В администрации Ленинского городского округа прошло оперативное совещание с участием руководителей предприятий и организаций муниципалитета. Представители оперативных служб доложили о ходе устранения аварийных ситуаций и текущем состоянии дел. На повестке, как всегда, обсуждение сразу нескольких особо актуальных тем. Начали встречу с доклада директора единой дежурной диспетчерской службы муниципалитета Вячеслава Прохорова о происшествиях за минувшую неделю. В службу 112 поступило обработано 5 526 звонков, из них 2532 приходится на вызовы скорой медицинской помощи, 716 вызовы полиции, из них 173 ГИБДД. О том, сколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано, рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. В муниципалитете наблюдается снижение заболеваемости. В штатном режиме продолжается работа по диспансеризации взрослого и детского населения. Начата работа по внедрению лабораторно-информационной системы во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях. Сегодня лист внедрена во взрослые поликлиники, что позволяет получать анализы сразу в электронной информационной амбулаторной карте и о пациентах на госуслугах. Прошедшая неделя была напряженной не только в работе аварийных и диспетчерских служб. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Эльвира Ковалерская рассказала о том, как на всех площадках Ленинского городского округа прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма. Прошедшая неделя действительно состоялось важнейшее мероприятие – это воссоединение Российской Федерации с Крымом. И вы знаете, что от нас большая делегация ездила на федеральное событие. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, кто организовывал, потому что это такая, знаете, мини-войсковая операция, 12 автобусов, почти 700 человек. Руководители управляющих компаний рассказали о текущем состоянии дел. Проделано немало работы по уборке снега и еще предстоит наметить целый комплекс в рамках предстоящего месячника благоустройства.